Всем привет! Сегодня, как и обещал, хочу вам рассказать о чудесном изобретении о таком изобретении, как вилка Авраменко Схема ее простая и банальна детали доступны, исполнить ее может каждый а получать халявное электричество с помощью нее очень и очень даже просто Выглядит вилка Авраменко вот следующим образом Это источник электрических колебаний причем этот источник может быть любой антенна или, к примеру, вот такое устройство из фольги которое подымают высоко на балкон или на крышу и получают с помощью него заряд на мощном конденсаторе Это может быть и катушка индуктивности которая будет собирать электромагнитные импульсы Это может быть и пьезоэлемент который под воздействием звуковых волн генерирует переменную частоту которая выпрямляется этими диодами и заряжает конденсатор Ничего интересного здесь нет, потому что все мы знаем, что существуют выпрямители мосты и полумосты Не правда ли эта схема напоминает вот эту? Если мы ее перевернем и закроем вот эту часть мы как раз увидим вилку Авраменко но если откроем то мы увидим обыкновенный выпрямитель, который хорошо всем знаком Здесь у нас подается переменное напряжение а здесь заряжается конденсатор и мы получаем выпрямленное напряжение Но давайте проведем несколько экспериментов с этим замечательным устройством В банальном случае сделать его легко используя всего лишь два кремниевых диода можно германиевых, у кого какие есть можно даже самодельных и один конденсатор Нагрузка это в общем случае изображен резистор но тут может быть и электромотор и лампочка Ильича или светодиоды это не важно Свой накопитель халявного электричества я сделал уже давно и вы его видели Как его спаять есть ролик на моем канале Если вы заметили то в моем уникальном изобретении вилок Авраменко аж целых 5 штук По сути дела это многофазный выпрямитель Чтобы собирать энергию разных источников я могу подключать сюда, пьезоизлучатель сюда, антенну СВЧ сюда, антенну диапазона ДВСВ сюда, скажем кусок фольги который лежит у меня на крыше ну а сюда, чтобы подключить сюда А почему бы нам не использовать обыкновенную розетку чтобы немножко ограбить электроэнергетиков и не взять с фазы немножко электричества Все мы знаем, что если прикоснуться к фазовому проводу в розетке неоновой лампочкой она слегка засветится Есть даже такие индикаторы Вот в данном случае, не знаю видно вам или нет но я использую фазный провод Здесь я сделаю ремарку Такие эксперименты весьма опасны Дома их не проводите Я сделаю это за вас Покажу и расскажу вам, что и как может быть Итак, желтый провод у меня включен в розетку Здесь у меня на столе вы хорошо видите что один провод нуля у меня изолирован А к фазовому проводу я подключил вот этот желтенький проводок Я думаю, всем хорошо видно Чтобы собрать халявную энергию из розетки мне достаточно подключить мой уникальный прибор вилы Авраменко к одному фазному проводу Второй провод нам не нужен Потому как переменное напряжение вот на этом фазном проводе сейчас он торчит у меня в розетке начинает выпрямляться вот этими диодами и заряжает конденсатор Конденсатор у меня большой и может накопить очень много энергии Вольтметр включен в режим измерения постоянного напряжения Давайте повернем его вот так думаю, лучше будет видно Накапливает энергию и это хорошо видно по значениям Диапазон, я думаю, вы можете прочитать Да, пока что нет даже вольта но при этом энергия накапливается Давайте проверим Может прибор накапливает сам себя Я отключу фазовый провод и мы можем наблюдать, как конденсатор постепенно будет разряжаться либо не будет заряжаться дольше потому что у меня большая емкость и вот пошел разряд медленно, но верно конденсатор будет разряжаться в спокойном состоянии без подключения дополнительных источников бестопливной энергетики Ну давайте еще раз немножечко своруем из розетки Я подключаю фазовый провод и так как он не подключен никаким образом к нулю он выдает мне лишнее электричество которое я спокойно забираю минуя всякие счетчики Но вы скажете, этого мало Это совсем мало Конечно Чтобы собрать больше электричества и большее напряжение было у вас для потребления надо воспользоваться немножечко другой хитростью Давайте ею воспользуемся прямо сейчас Свой уникальный прибор виллы Авраменко я положу в сторону И буду использовать качельку Моим подписчикам эта качелька хорошо знакома Состоит она из 8 диодов Самых обычных, самых стандартных которые можно выпаять сплатно по мойке И уникального конденсатора Тесла Конечно же уникального За него так и не прогрессовало даже 10 человек с нормальными аватарами Поэтому он все еще цел Но если вы хотите его разобрать то пожалуйста Те у кого есть нормальные ники и аватары проголосуйте за его разборку Как только наберется хотя бы 10 человек я его разберу Итак В схему вилки Авраменко вмешиваюсь я со своими извращенными понятиями Вместо одного диода я поставил по 4 штуки Конденсатор теперь у меня Тесла Он не электролитический Он не имеет плюса и минуса Как называются такие конденсаторы вы наверняка знаете То есть есть конденсаторы полярные и конденсаторы неполярные Есть также однополярные конденсаторы и возможно даже нульполярные конденсаторы о которых мы уже разговаривали вместе с вами Итак я подключаю прибор с большими цифрами качельки Тут нет ничего хитрого нет ничего сложного чтобы включить прибор справится любой На конденсаторе был заряд и мы его конечно же лучше разрядим Кстати говоря маленькая ремарка Прежде чем подключать прибор к конденсатору не забывайте его разряжать Не делайте так как я потому что иначе большой заряд конденсатора может ваш прибор просто-напросто угробить Сейчас на конденсаторе заряд как мы видим почти нулевой то есть те некоторые остаточные явления поляризации а скорее всего это флуктуации эфира которые постоянно подзаряжают мой конденсатор с помощью вот этой качельки Маленький прибор я уберу в сторону пусть он отдыхает Теперь мы будем смотреть что происходит с этим конденсатором Чтобы было все наглядно я вынесу вперед мою модель и модификацию вилки Авраменко и мы сейчас будем собирать свободную энергию прямо из розетки Мы могли ее собирать от антенны от фольги от чего угодно это я уже говорил а сейчас будем черпать ее от фазового провода У меня 8 диодов поэтому я буду располагать фазовый провод примерно посередине раз, два, три, четыре вот сюда Я включил фазовый провод посередине между диодами схема этого устройства прямо здесь а на экране вы наблюдаете ничто иное как накопление электричества уже 3 вольта Да конденсатор Тесла буквально за секунды зарядился уже до 5 вольт вся шкала 20 и здесь у нас 5 вольт идем к 6 быть может прибор с ума сошел давайте уберем фазовый провод и с тем же успехом прибор стал показывать как разряжается наш уникальный конденсатор Тесла через вот этот диодный мост вау ведь я так быстро получил 5 вольт пора зажигать светодиодики можно даже наверное небольшую лампочку накаливания или вот такой доисторический светодиод который генерирует бешеную ЭДС нет этого мы делать не будем давайте еще раз зарядим конденсатор я подключаюсь к своей качельке ничего хитрого ничего удивительного никаких СВЧ 220 вольт переменного тока попадают на 4 диода слева на 4 диода справа выпрямляются и заряжают конденсатор никуда эти провода не идут больше дома вы можете провести такой же эксперимент но только те кто хорошо дружит с электричеством и соблюдает технику безопасности 220 вольт это много это опасно это смертельно итак что я хотел показать я вам показал 6 вольт и напряжение продолжает расти я собираю при помощи 8 диодов и одного конденсатора конденсатор может быть любой такой такой да собственно говоря какая разница лишь бы его параметры не превышали то есть не были меньше нужных вам значений вот мы добрались примерно до 7,5 вольт и дальше уже напряжение растет гораздо меньше все это зависит от параметров нашей системы от диодов от конденсаторов ведь у каждой этой детали есть и саморазряд и токи утечки в данном случае наибольший ток утечки идет не через прибор прибор у меня высокоумный а через вот эти диоды это легко можно продемонстрировать давайте переключим фазу и наш конденсатор я его разрежу чтобы все было правильно не через 8 диодов а скажем через 2 как это положено по законам вилки Авраменко я подключил всего 2 диода еще раз высаживаю конденсатор снимаю с него заряд с помощью короткого замыкания и теперь согласно классической вилке Авраменко я его продолжаю заряжать все происходит банально все происходит быстро но при этом предельное напряжение смею вас заверить будет меньше постепенно с каждым вот таким переходом обратное сопротивление падает и разряд через эти же диоды становится все больше это очень легко продемонстрировать используя вот такой прибор он имеет меньшее сопротивление и с его помощью разряжается эта система гораздо сильнее давайте не будем дожидаться десятых долей седьмого вольта и подключим этот маленький приборчик чтобы все было наглядно ведь глядя на эти цифры можно уже кричать ура можно уже бежать и выкидывать свои собственные счетчики чтобы пользоваться только халявой если бы все было так просто нет так просто в этой жизни ничего не бывает мы убираем прибор с большими значениями и ставим на сцену вот этот приборчик разряжаем конденсатор вновь и вновь ставим диапазон 20 вольт чтобы было удобнее пересчитывать и возвращаем на круги своя вот эти вот проводочки с конденсаторами вот так а теперь пробуем произвести заряд как я уже говорил данный прибор имеет меньшее сопротивление входное и поэтому утечки через конденсатор через диоды и через прибор у нас гораздо больше и как вы можете убедиться с таким прибором а точнее с такой нагрузкой которая включена дополнительно в данном случае прибор и является нагрузкой мы едва вытягиваем даже одного вольта не можем вытянуть до сих пор а только что этот великолепный конденсатор на большом приборе высокоомном показывал нам более 7 вольт сделаем небольшой вывод да такой способ передачи энергии всего лишь по одному проводу или накапливание бесконечного количества энергии вот такими устройствами такой способ реален он существует он есть в случае с вилкой Авраменко она конечно же применялась для высокочастотных сигналов и диоды здесь нужны более высокочастотные чем у меня но даже высокочастотные диоды не помогут вам вытянуть из розетки халявы столько чтобы она хоть как-то повлияла на вашу домашнюю экономику можете не пытаться мизерное напряжение и мизерные токи полученные с помощью вот таких устройств никак не спасут отца русской демократии на этом все пока я и так много наговорил